Вчера в районной администрации прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии муниципального образования Хасавюртовский район. Вел в заседании глава муниципального образования Хасавюртовский район Жанбулат Шапивид Салаву. Также приняли участие все члены комиссии АТК, в том числе начальник отдела МВД России по Хасавюртовскому району, зампредседателя комиссии Асланбек Алибеков, начальник отдела УФСБ России по Республике Дагестан, города Хасавюрт Магомед Сайбулаев, замглавы администрации по общественной безопасности муниципального образования Хасавюртовский район, секретар комиссии Иван Пашаба Киев, главный врач Хасавюртовского района Центральной поликлиники Шихмагомед Дугужев, исполняющий обязанности директора муниципального телевидения Айташ Римадид Саипов, начальник районного управления образования Абдулла Абдулаев, начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежи и туризму Ахмед Исаков и специалист по делам религии при районной администрации Истрапил Хаджид Авдаджиев, а также приглашенные, исполняющие обязанности прокурора Хасавюртовского района Гази Рамазанов, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» в муниципальном образовании Хасавюртовский район Асиад Расланханова, главы муниципальных населенных пунктов селения Аджима-Жагат-Тюрцейдбек Абдулбеков, Муцеловул Хазанат Юсупов, Солнечный Хусейн Албулатов. На повестке дня заседания антиристической комиссии стояло три вопроса. Это первое. О дополнительных мерах по повышению эффективности работы по оказанию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или уже попавших под влияние идеологии терроризма на территории Хасавюртовского района. Второе. Об итогах республиканского месячника по противодействию экстремизму и терроризму. Дагестанцы против терроризма. Родина дороже. Отчеты председателей АТК сельских поселений Аджима-Жагат-Тюрк Муцеловул Солнечное о проделанной работе по итогам 9 месяцев текущего года. По первому вопросу с докладом выступил Асланбек Алибеков. Он подробно остановился на работе, проведенной его ведомством по оказанию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных, а также попавших под влияние идеологии терроризма. Так было проведено десятка встреч с новыми убитых членами НВФ, их детьми и семьями. Также проводилась работа и с бывшими членами НВФ, вернувшихся в мирной жизни. Главной целью подобных выездов является проверка условий проживания, оказание необходимой правовой и юридической помощи, решение семейных проблем, организационные вопросы в адаптации к мирной жизни. Асланбек Алибеков также подчеркнул, что за прошедший год не было отмечено ни одного случая покушения на жизнь работников правоохранительных органов, что в свою очередь говорит о правильно поставленной работе. В свою очередь, Дима Паша Бакиев, говоря об итогах республиканского месячника по противодействию экстремизму и терроризму, дагестанцы против терроризма «Родина дороже», отметил, что был разработан и утвержден главой муниципального образования Хасовертовского района план проведения районного месячника. Мероприятия по реализации месячника проводились в тесном взаимодействии с прокуратурой ОМВД по Хасовертовскому району УФСБ Российской Федерации по городу Хасоверт структурными подразделениями, сельскими администрациями и духовенством. Проводимая работа находилась под постоянным контролем главу муниципального района Джамбулата Салавова и ежедневно в конце рабочего дня представлялись информации о проведенных мероприятиях по месячнику. Благодаря действенному контролю со стороны руководства администрации и налаженному тесному взаимодействию со всеми структурными подразделениями была проведена определенная работа. С участием духовенства в образовательных учреждениях, структурных подразделениях и в сельских поселениях проведены 43 встречи. Лекторской группой проведено лекции в образовательных учреждениях 5. Постоянно действующей рабочей группой проводились беседы в образовательных учреждениях по профилактике противодействия идеологии терроризма 12 бесед. В газете Вести Хасавютовского района опубликовано 23 статьи. По ТВ «Айтаж» продемонстрировано 13 передач. В соответствии с рекомендациями АТК РД и согласно графику продолжается показ по местному телевидению «Айтаж» видеороликов антиэкстремистической и антиэкстремистической тематики. Отделом культуры проведены 37 мероприятий по антиэкстремистической тематике, охвачено 11 426 человек. Отделом по физической культуре, спорта и молодежи проведены 9 мероприятий. Далее были заслушаны информации глав сельских поселений о проведенных мероприятиях. Итоги заседания районной антиэкстремистической комиссии подвел ее председатель Жамлад Шапид Салаву, который в свою очередь отметил, что оперативная обстановка на территории муниципалитета в настоящее время стабильна и контролируема, в первую очередь благодаря усилиям правоохранительных органов и структурных подразделений, занимающихся вопросами предупреждения, профилактики преступлений террористической направленности. Несмотря на это, не следует расслабляться и необходимо максимально мобилизовать все силы и средства для недопущения происшествий. Считаю, что нам всем необходимо основные усилия направить на то, чтобы остановить отток читателей нашего района для участия на стороне международных террористических организаций. Продолжить работу по оказанию адресного профилактического воздействия на лиц ранее судимых и отбывших наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях с домами уничтоженных членов НВФ и с молодежью, которые в силу стечения различных обстоятельств попали под влияние идеологии терроризма. Регулярно проводить разъяснительную работу среди близких родственников наших граждан, выехавших за рубеж для участия в боевых действиях с целью их возвращения домой, к мирной жизни, сказал в заключении Яблача перед Салавом.